12 советов о том, как привлечь девушку Вы одинокий парень, заинтересованный в смене статуса? У вас мало друзей девушек, потому что вы не знаете, как с ними разговаривать? Прежде чем мы перейдем к руководству, давайте кое-что проясним. О женщинах вам нужно знать то, что ни одна из них никогда не будет должна вам внимания, привязанность или отношения. Вы не должны пытаться заработать ее расположение или заставлять быть с вами. Вместо этого развивайтесь и станьте лучшей версией себя, которой только можете стать, в надежде, что покажетесь девушке привлекательным, и тогда наверняка добьетесь взаимной симпатии. Помните об этом, и ваши отношения будут намного проще и сильнее. Часть номер один. Станьте привлекательнее. Чтобы нравиться девушкам, вам нужно располагать репутацией хорошего парня. Вот несколько советов о том, как этого добиться. Работайте над собой. Чтобы нравиться другим, нужно нравиться себе, а это значит, что вам должно быть комфортно с самим собой. Не пытайтесь быть крутым или отчужденным, просто расслабьтесь. Если вы будете слишком усердно пытаться найти девушку, вы будете выглядеть отчаянно. Вместо этого культивируйте в себе уверенность и самодостаточность. Возьмите себя в руки и покажите окружающим, что вы умеете решать проблемы. Станьте лучше. Работайте над своим рационом и упражнениями. Это сделает вас привлекательнее и позволит чувствовать себя лучше. Узнайте что-то интересное о мире и заведите веселые хобби, чтобы с вами было о чем поговорить. Сделайте себя интересным человеком, с которым девушки захотят поболтать. Будьте полезны. Возьмите за правило помогать людям. Это может быть девушка, которая вас привлекает или кто-нибудь другой. Кто-то несет что-то тяжелое или неудобное? Попробуйте спросить. Вам нужна помощь? Если получите отказ, не давите. Примите его с расслабленной улыбкой. Будьте щедры и внимательны. У кого-то не хватает наличных? Одолжите им несколько рублей на обед. Подержите дверь перед человеком, идущим за вами. Будь то мужчина или женщина. Как правило, женщины больше расположены к хорошим парням. А еще это поможет вам чувствовать себя лучше. Не будьте милым только с теми, кто вам нравится. Это очень легко и выглядит фальшиво. Помогайте людям. Она это заметит, как и ее друзья. Если зайдет разговор о вас, ее подруга может сказать. Он хороший парень, и она может подумать. Да, и правда. Поработайте над презентацией себя. В любом социальном взаимодействии важно показать себя с наилучшей стороны, особенно с потенциальной вашей девушкой. Заботьтесь о своей внешности. Привлекательность субъективна, но неприятный запах тела, несвежее дыхание и жирные неопрятные волосы отталкивают большинство людей. Регулярно принимайте душ, чистите зубы дважды в день и оставайтесь в форме. Не важно, насколько вы привлекательны, всегда будут люди, которые выглядят лучше. Вам нужно создать хорошее первое впечатление. Носите одежду, которая вам нравится и выглядит хорошо. Чистая, выглаженная одежда – это всегда правильный выбор. Выбирайте одежду, которая хорошо на вас сидит. Не нужно быть настолько стильным, чтобы вас снимали в кино. Нужно, чтобы образ подходил вам и дополнял вашу внешность. Кроме того, что вы станете привлекательнее, забота о внешности поднимет вашу уверенность в себе. Это, в свою очередь, сделает вас еще привлекательнее, еще увереннее и так далее. Учитывайте свои хорошие качества, чтобы лучше презентовать себя. Создавайте связи, чтобы встретить девушку. Люди – существа социальные, и обычно мы строим сообщество знакомых людей, которые расширяются, принимая их знакомых. Чем больше людей вы встречаете, тем больше круг девушек, с которыми вы будете контактировать и подружитесь. Не будьте придирчивы к людям, которых встречаете, и не списывайте никого со счетов. У милого старика с вашей улицы может быть прекрасная внучка вашего возраста, а у слегка раздражающей женщины со вчерашней вечеринки – идеально подходящая вам подруга. Поскольку вы приложили усилия, чтобы завести хобби, идите и занимайтесь ими. Вы встретите людей, с которыми у вас общие интересы. Подписывайтесь на мероприятия, которые вам интересны, проверяйте форумы, списки, объявления и группы в Фейсбуке на наличие местных событий или встреч, которые могут привлечь людей с похожими интересами и увлечениями. Можно найти и новые занятия. Вы можете одновременно найти новое хобби и девушку. Не нужно полностью полагаться на интернет. Поговорите в школе или с коллегами об их интересах. Присоединитесь к походу на природу или фильм, на который обычно не пошли бы. Часть номер два. Как разговаривать с девушками? Теперь, когда вы стали более интересным и привлекательным человеком, и, возможно, встретили парочку девушек, пора начать с ними говорить. В разговорах нужно быть искренним, веселым и привлекательным. С вашей повысившейся самооценкой это не должно стать проблемой. Чтобы привлекать девушек, нужно их понимать и осознавать, что они люди с достоинствами и недостатками. Говорите со многими девушками, независимо от того, привлекают они вас или нет. Попрактикуйтесь в поддержании разговора с ними, поинтересуйтесь их увлечениями и расширьте горизонты. Практикуйте собственный подход. Постоянно общайтесь со многими девушками. Если одна из них кажется вам привлекательной, идите и заговорите с ней. Не комплексуйте и не подкатывайте, просто заведите разговор, спросите о ее интересах и слушайте внимательно. Это поможет обрести уверенность в общении с женщинами и повысить репутацию интересного и доступного парня. Делайте так регулярно. Если допускать большие перерывы в социальном взаимодействии, репутация легко может пострадать. Будьте хорошим собеседником. Не используйте шаблонные фразы и не слушайте так называемых мастеров пикапа, чьи тактики неэффективны и не вызывают уважения, а только ухудшают отношения к вам окружающих. Люди не роботы. Лучший способ установить связь – это говорить от сердца и полностью проживать момент. То, что вы говорите, далеко не настолько важно, как кто, как вы это делаете. Будьте искренни. Если сомневаетесь, обойдитесь дружелюбным «Привет». И посмотрите, что из этого получится. В то же время не будьте слишком настойчивым или прямым. Будьте милым, будьте веселым, будьте привлекательным. Вам нужно, чтобы девушка захотела больше о вас узнать и провести с вами больше времени. Делайте искренние комплименты. Комплименты любят все. И нужно, чтобы вы могли делать их искренне. Искренность – это навык, который требует практики. Задайтесь целью найти что-то красивое в каждой встреченной девушке, независимо от того, кажется ли она вам привлекательной. Это не обязательно должна быть физическая черта. Даже лучше, если это будет не так. Сделайте комплимент очаровательному жесту, милой черте, таланту или навыку. Признание и выражение искреннего одобрения сделает вас более привлекательным и доступным человеком. Не переживайте об отказе. Иногда вы будете терпеть неудачу. Это просто жизнь. Скорее всего, вам будут нравиться многие девушки, и большинство из них не будут вас заинтересованы. Тут не о чем волноваться, потому что вам это не подвластно. Если вы видите девушку, которая вам нравится, подойдите и поговорите с ней. Если вы чувствуете достаточно смелости, чтобы пригласить ее на свидание, выразите свои намерения сразу. Просто скажите «Привет, ты кажешься очень милой, мне хотелось бы с тобой встретиться». Если она скажет «Нет», просто улыбнитесь, кивните и уходите. Не расстраивайтесь. Помните, что иногда отказ неизбежен. Не ищите оправданий, чтобы ничего не делать. Не придумывайте причины, чтобы не приближаться к людям. Когда вы видите горячую девушку, не оправдывайтесь чем-то вроде «Наверное, она уже в отношениях» или «Она слишком хороша». Самое страшное, что может случиться, она скажет «Нет» и уйдет. Как мы уже говорили, отказы все равно будут. Нужно просто попробовать снова и улучшить подход. Есть множество способов, которыми девушки пассивно дают парням понять, что не нужно к ним приближаться, и за этим нужно следить. Если она на пробежке, в наушниках или читает в автобусе со скрещенными ногами и в закрытой позе, лучше ее не беспокоить. А если девушка, с которой вы разговариваете, официантка в кафе или продавец в магазине, то она поддерживает беседу с вами, потому что это ее работа. Это не приглашение сделать ситуацию странной, позвав ее на свидание. Если вы нарушите личные границы, она точно не захочет с вами встречаться. Лучше улыбнитесь ей и позвольте самой к вам подойти, если она хочет. Держитесь на уровне флирта Поддерживайте дружбу с оттенком флирта. Это не значит, что нужно пытаться встречаться со всеми подругами. Но легкий флирт поможет им запомнить вас как потенциального партнера. Не обязательно для них, а в целом. Даже если они в вас не заинтересованы, то с большей вероятностью познакомят вас с подругами. Помните, что дружить с девушкой абсолютно нормально. Это полезно для уверенности в себе и позволит вам узнать новую точку зрения на мир, которую вы, возможно, не рассматривали. Будьте веселым Когда болтаете с девушкой, заставьте ее смеяться. Нам всем нравятся люди с хорошим чувством юмора. А ключ к хорошему чувству юмора – это быть беззаботным и не стесняться себя. Старайтесь не насмехаться над людьми и никоим образом не оскорбляйте девушку, с которой пытаетесь подружиться. У вас саркастичное чувство юмора? Грубое? Выберите что-то, что может ей понравиться. Но не старайтесь настолько, чтобы это стало фальшиво. Не волнуйтесь, если ваша собеседница не смеется. Пока вы не ведете себя как гад, периодические неудачи нормальны. Как мы уже знаем, это неизбежно. Не обижайте ее. Ну и не волнуйтесь о том, считает ли она вас веселым. Потому что, знаете что? Если она не может смеяться вместе с вами, скорее всего, это не тот человек, с которым вы захотите провести много времени. И кто знает, может одна из ее подруг, та, которую вы даже не заметили, посчитает вас уморительным и попытается с вами сблизиться. Веселитесь и будьте собой. Во время разговора с девушками расслабьтесь и получайте удовольствие. Это очень важно. Если вы слишком волнуетесь или принимаете все слишком серьезно, это может помешать. Но если вы веселитесь, вы не будете волноваться о возможном отказе. И, скорее всего, запомнитесь классным и легким человеком. И помните, что вы – это вы. Вы можете какое-то время притворяться другим человеком, но вы не сможете поддерживать эту стратегию долго. Так что просто будьте собой. Если вы общаетесь с девушкой и не нравитесь ей, не преследуйте ее. Не смейтесь только потому, что смеется она. И не притворяйтесь тем, кем не являетесь. Вы нашли здесь полезный совет? Может, вы недавно завели новых друзей девушек? Как вы это сделали? Поделитесь с нами в комментариях под видео. И не забудьте лайкнуть, поделиться и подписаться, чтобы оставаться на яркой стороне жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok